Приветствую вас! Первое, о чем мне бы хотелось сказать, это то, что вот сам вопрос, да, который у вас задается в тексте, это что делать? А что делать с чем? С ребенком, с мужем и так далее. Знаете, наверное, прежде чем указать вам на некоторые неточности в вашем сообщении, я попробую в общих чертах хотя бы обозначить проблему. Чтобы вы как-то, ну, знаете, увидели ее, увидели ее по возможности правильно, по возможности веры. Потому что правильно подана проблема, это залог, как мне кажется, ее успешного решения. Итак, вы не хотите ребенка, потому что не хотите рожать. То есть, у вас в тексте стоит, что, значит, не хочу и все? Ну, знаете, вот не хочу и все, это, конечно, немного не та позиция, которую справедливости ради, ну, которую, точнее, справедливости ради можно принять в данном контексте. Я объясню, почему. Дело в том, что ребенок это, ну, вообще-то говоря, довольно серьезное событие. Я имею в виду старый ребенок. И поскольку это очень серьезное событие и серьезный шаг, ну, я думаю, вы сами это понимаете. Поскольку это так, то естественно, что если вы не хотите этого, то есть не хотите этого, вполне ваше право. Ну, вы, если хотите, то рожаете, а если не хотите, то не рожаете. То есть, это ваша права. Но, если вы категорически не хотите ребенка, то не очень понятно, почему вы не подготовились к этому, то есть вы же как-то забеременели. Если вы забеременели, значит, наверное, вы не использовали все необходимые средства защиты. Получилось, коли так, то возникает соответствующий вопрос к вам. Если вы так сильно не хотели ребенка, то почему же не перестраховались и, получается, попали вот в такую неприятную ситуацию. Далее, все-таки, хотелось бы, чтобы вы как-то для себя обначили причину, почему вы не хотите взять ребенка. Не столько для меня, например, или для других психологов, которые, может быть, ответят вам на вопрос, потому что на момент моего ответа у вас не было других ответов. Так вот, не обязательно для меня, но хотя бы для себя постарайтесь ответить на этот вопрос. Почему вы не хотите еще одного ребенка? Вы говорите, не хочу, и все. Вы считаете, что ребенок должен быть желанным. Это, ну, это справедливо, это правильно, это действительно так, ребенок должен быть желанным, да. Но у вас есть причины так считать. Это ваши убеждения. А какие причины не хотеть ребенка, не очень понятно. И будет лучше для вас, если вы сами для себя это поясните. Потому что выясните для себя, сможете донести до своего супруга. А если сможете донести до своего супруга, то, кто знает, может быть, он перестанет от вас требовать того, чего вам, как я понял, не очень хочется. Но вот то, что он требует от вас, это тоже есть, ну, достаточно, на мой взгляд, серьезная проблема. Почему? Ну, потому что отстребовать от женщины растять ребенка, если она этого не хочет, как-то странно. Странно, ибо зачем, зачем это делать? Зачем вашему мужу старой ребенок, особенно, если вы этого не хотите? Получается, ему это для чего-то нужно? Чем-то он движется, когда пытается добиться от вас того, чтобы вы все-таки родились второго ребенка. И вот вы попытаетесь у него выяснить, зачем он так настаивает на этом. Потому что настаивать на таких вещах все же нельзя. Дальше. Когда и если вы выясните, чем ваш мужчина, например, руководствуется, когда хочет, чтобы вы родили ребенка, второго я имею в виду, вы уже сможете привести его желание, ну, как бы, в соответствие со своими. То есть, вы увидите, можете ли вы мужчине дать, например, то, что он хочет или нет. Момент достаточно важный и, я бы сказал, даже принципиальный. Если нету понимания того, чего хочет партнер, ссоры не доставят себя ждать, к сожалению. Итак, я надеюсь, мы с вами поняли, что нужно выяснять причину того, что мужчина хочет от вас. То есть, почему хочет, чтобы вы родили ребенка. Чем обусловлено его такое желание. Ну, и конец далее. Далее я вам могу сказать так, что, ну, как бы, многое же было упомянуто, что решать, рожать ребенка или не рожать вам, поскольку вы его, по сути дела, будете вынашивать, вы его, по сути дела, будете растить, и это, как бы, временем ответственности ляжет на вас. И вы имеете полное право его не рожать. Вы имеете полное право ребенка не рожать, ну, на самом деле, объяснив, доступно мужчине, почему вы этого не делаете. Вот мужчине объяснить это нужно, потому что в противном случае могут возникнуть на вас обиды какие-то, может быть негатив и так далее. Но, стоять вам нужно, настаивать вам нужно. Все же на свое. Это справедливо для вас. Потому что, еще раз повторю, решать это вам. Итак, отвечаю на вопрос, что делать. Нужно, во-первых, вы, почему вы так категорически не хотите рожать, и действительно ли дело только в финансах. В финансах, может быть, дело здесь в чем-то еще, о чем вы, может быть, не говорите, или, может быть, считаете это не таким важным, но тем не менее. Это первое. И второе. Выяснить у мужа, почему он так хочет, чтобы вы родили, для чего ему это научно. Потому что он ведь не дурак, и понимает, что, скорее всего, если вы родите против воли, то ребенок будет нежелабим. И, получается, его это волнует не так сильно, а значит, ему нужен этот ребенок для чего-то. Для чего? То, что вам нужно узнать. Узнав его желание, вы сможете достаточно... Ну, я бы не сказал прямо, что легко. Может быть, не легко, но достаточно определенно уже посмотреть, поработать именно в этом направлении, чтобы постараться донести до мужа, что есть, например, другой способ, решить те проблемы, которые для него существуют. Удовлетворить те его желания, которые есть у него. Но при этом свою позицию вам давать ни в коем случае нельзя, ибо только вы решаете, ну, как бы, будет у вас ребенок или нет. Но вам также нужно понять, что мужчина, мужчина ваш, муж, воспринимает ребенка как, ну, знаете, своего рода собственную реализацию. То есть ему вот нужно, да, ребенок для, может быть, не надо, того, чтобы чувствовать себя лучше. И необходимо вам для себя понять, что мужчина, вот он такой, вот он такой, что ему нужно, чтобы было так, как он хочет. То есть, например, мужчина, второго ребенка, да, все, вы ему это даете. И ему не очень-то в данном случае важно, что вы не так сильно этого хотите. И да, это очень плохо, безусловно, да, это не очень приятно для вас, но вам нужно донести до мужчины, что его желания лежат вне стремления стать отцом. Потому что отцом он уже стал. А какие-то другие желания, их стоит удовлетворять иначе. То есть, не очень это здорово, когда через ребенка удовлетворяются какие-то личные желания. Вот это вот то, что вам нужно до своего мужа донести. И, собственно, именно в таком контексте, именно в такой последовательности вам и нужно двигаться. То есть, у вас, по сути дела, нет других вариантов здесь. Если вы, например, поддадитесь мужчине и решите, ну, например, действительно родят ребенка, то вряд ли этот ребенок действительно будет счастливым, и вряд ли вы будете счастливы с ним. После этого делать категорически нельзя. Ну, я думаю, как можно ответить на ваш вопрос. В принципе, вроде бы все раскрыл. Одными нюансами тоже. Определенно, что между вами и вашим мужем есть некоторое непонимание. Определенными между вами и вашим мужем отсутствует гармония, потому что ребенок явно воспринимается здесь для того, как средство для реализации каких-то вот желаний, ну, вот только не сказал бы желаний кого, то есть либо вас, либо вашего мужа, реализуете свои потребности в том, что не хотите рожать ребенка, либо муж реализует также свои потребности в том, что он хочет ребенка. То есть, вполне вероятно, что ваши изначальные желания и потребности, они одни, но вот реализация у вас разные друг к другу. И в этом большая, на мой взгляд, проблема. Вот в том, чтобы эту графику убрать, и заключается ваша основная задача. А как это уже решать в процессе личной консультации, потому что в рамках ответа на вопрос, на ваш общий вопрос, такого решения не выработать. Вы знаете, это не просто какое-то готовое решение, это именно вырабатываемое, обсуждаемое решение, которое нужно будет принять сперва вам, как обращающиеся за помощью, а после донести это по сути дела своему мужу. Вот так будет право. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи!